Всем привет! Сегодня настало время обсудить один из самых спорных для джаваскрипта Solid принцип, а именно принцип подстановки Барбары Лисков. Спорный он потому, что в первую очередь ориентирован на ООП программирования, а именно на правильное наследование. Давайте рассмотрим определение. Этот принцип является важнейшим критерием для оценки качества принимаемых решений при построении иерархии наследования. Далее идет сложное математическое определение и ниже описано простыми словами суть. Более простыми словами можно сказать, что поведение наследующих классов не должно противоречить поведению, заданному базовым классам. То есть поведение наследующих классов должно быть ожидаемым для кода, использующего переменную базового типа. Чтобы стало чуть понятнее, приведу пример с утками. Допустим, у нас есть утка, которая крякает и умеет летать. Также есть дикая утка Кряква, которая наследуется от базовой утки и также умеет крякать и летать. С другой стороны, у нас есть механическая утка, которая также наследуется от базовой и умеет крякать, но не умеет летать. Теперь представьте, что у вас живет сосед через реку и вы хотите, чтобы ваша утка летала к нему через реку и будила его в 6 утра своим кряканьем. Базовая утка справляется с этой задачей на ура. Суть принципа подстановки Барбары Лисков заключается в том, что любая наследованная утка от базовой должна уметь все то же самое. Если мы заменим базовую утку на крякву, все действительно так и работает, принцип соблюден. Но если мы заменим базовую утку на механическую, то мы нарушим принцип, так как механическая утка не умеет летать и утонет в реке. Думаю, идею вы уловили, но возникает вопрос, как это работает JS. Ведь наследование у нас практически не практикуется, да и сами классы, это не более, чем синтактический сахар. Но можно использовать саму идею наследования для того, чтобы улучшить читабельность и переиспользуемость кода. Давайте рассмотрим компонент IconButton. Изначально дизайнер нарисовал нам кнопки в трех размерах и сказал, что будет использовать их по всему проекту. Мы в свою очередь скорее всего создали компонент, который принимает имя иконки, которую нужно ставить в кнопку. Размер кнопки OnClick is disabled. Все работает прекрасно и спустя пару месяцев нас попросили к иконке добавить бэдж, чтобы показать сколько уведомлений накопилось. И мы добавляем в получаемое свойство BatchCount. Прошел еще месяц. В наш сайт решили добавить аудио и видео звонки, как в скайпе. Там полно кнопок с иконками, но они стали не подходить по дизайну. Размера осталось три, но немного отличаются от предыдущих размеров. Да и цветовая гамма изменилась. Немного подумав, мы решили ввести тему для IconButton, которая в зависимости от темы будет подстраиваться под нужную цветовую гамму и нужные размеры. Названиями не заморачивались. Default тема для обычных кнопок и Colst тема для кнопок на звонки. И так появилось еще одно свойство. Тема. Снова задача решена. Все вроде заработает. И тут мы понимаем, что появляется активное состояние у кнопки. Например, мы включили камеру на звонке и иконка стала активной. Недолго думая, мы добавили состояние из active и описали для данной темы стили для активного состояния кнопки. Казалось бы, наш IconButton уже все стерпит, пока нам не добавили кнопку отображения количества человек, участвующих на звонке. Проблема состоит в том, что она с одной стороны обладает теми же стилями, как и кнопка с микрофоном, да и активное состояние тоже ей нужно. Но она теперь содержит не только иконку, но и текст в виде цифр. А еще она уже не круглая, что тоже вроде как противоречит сути IconButton. Тут я уже был в небольшом тупике. Что делать с этой кнопкой, непонятно. С одной стороны хочется расширять IconButton, а с другой уже интуиция подсказывает, что что-то пошло уже не так. Да и давно уже что-то идет не так и без этой кнопки. Ведь каждый раз добавляя новое свойство, бейджкаунт, тема, изэктив, мы заставляли перетестировать заново все кнопки по сайту. Хоть мы и говорили, что вряд ли что-то отломалось. С другой стороны, теперь у нашей кнопки есть нереализованные комбинации. Например, если выбрать тему calls и отправить бейджкаунт, то получится что-то странное. А если на дефолт теме использовать изэктив, то вообще ничего не произойдет. С третьей стороны, если мы для кнопки группмемберс не будем использовать IconButton, то нам придется дублировать стили calls темы, что тоже звучит не очень приятно, но вполне решаемо. Поэтому в этот момент мне начало казаться, что компонент IconButton выглядит уже перегруженным, который скоро будет совсем сложно расширять. А при очередном изменении компонента уже наверняка начнут встречаться совсем неожиданные баги. Поэтому попробуем решить нашу бизнес-задачу другим способом, имитируя наследование и при этом не нарушая принцип Барбары Лисков. В качестве базового компонента, создадим IconButton. Чтобы этот Button не нарушил принцип Барбары Лисков, я решил оставить в нем лишь самое минимальное. А именно кнопка будет представлять из себя Button с минимальными стилями в виде обнуления паддингов, маржинов, бордеров и общей стилей. Бордер радиус 50% и выравнивание иконки по центру кнопки. Базовая кнопка готова. Начнем ее наследовать. У нас появляются еще два компонента. Один call icon button, а второй пусть будет все с тем же именем default icon button. Они оба используют icon button. Вот такая имитация наследования. Каждая кнопка расширяет CSS стиле класс icon button, чтобы соответствовать дизайну. На этом уровне также указываются всевозможные размеры кнопки через передачу дополнительного параметра size. Это не противоречит принципу Барбары Лисков, так как расширять класс это позволительно. Ну и с другой стороны, при подстановке наследованного компонента вместо базового ничего не отломается. В самом проекте вы уже импортируете не icon button и передаете ей все свойства, как было ранее, а конкретный компонент, например, call icon button. При этом нам больше не нужно передавать дополнительный параметр темы. Дальше у нас есть вариант с badge для иконки нотификаций. Мы опять же наследуемся от default icon button и получаем default icon button with badge. Да, название выглядит так себе, но с другой стороны очень даже читабельно. По такому же сценарию из кнопки call icon button наследуем toggle call icon button для того, чтобы эта кнопка поддерживала состояние из active и это у нас не вызовет никаких проблем. А глянемся назад, можем ли мы по-прежнему подставить toggle call icon button или default icon button with badge вместо icon button, чтобы ничего не сломалось? Думаю, да. Явных проблем не видно, а нам в итоге удалось разбить один крупный неповоротливый компонент на пять-шесть маленьких. Полезность этого подхода заключается в том, что если мы от icon button наследуем еще одну кнопку или даже целую ветку кнопок, то нам не нужно тестировать использование абсолютно всех кнопок в проекте. Ведь в таком подходе мы никак не могли повлиять на другие кнопки, что по факту является изолированием одного функционала от другого. Звучит как что-то приятное. Ах да, чуть не забыл о варианте кнопки с иконкой и цифрами. Ведь стиль этой кнопки абсолютно одинаково с call icon button, а контент уже не похож на контент icon button. Соответственно, нам нужно просто переиспользовать стили. Если вы используете обычный глобальный css, то все что вам нужно это писать где-то класс на уровне UI kit, который будет использовать как call icon button, так и кнопка group members. Но я чаще использую css-modules в своих проектах или в прототипах css-ngs. Тогда я создаю условный компонент, который не имеет js файлов, а хранит себе только файл со стилями. Импортирую сам файл со стилями непосредственно уже в компонент call icon button и group members. И проблема решена. Как вы понимаете, наследование никакого мы не делаем в классическом ее понимании. Мы используем саму идею наследования и идею принципа Барбары Лисков. И эта идея помогла нам структурировать наш код и более того, изолировать часть функциональности друг от друга, что способствует удобному расширению icon button под новое бизнес-требование. Поэтому, возможно, мы немного и ушли от изначальной идеи принципа. Но, на мой взгляд, мы попытались осовременить саму идею принципа. Таким образом, мы сможем использовать эту идею на самом современном стейке фронт-энд разработчика. Поэтому, если вам понравился выпуск, обязательно ставьте лайк этому видео и напишите комментарий. Я люблю с вами переписываться. Чао!